Добрый вечер, час новостей на 12-м канале, в студии Любовь Фёдорова и коротко о главном. Закрывайте окна, на Омск надвигается облако с удушливым газом. Первомай на современный лад. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Почему легендарный праздник не оставляет равнодушным ни одно поколение? Руку и сердце девушки, честь и жизнь Родине. Вот и всё! Омский бронетанковый институт выпустил сотни военных инженеров. Вальс – добрая традиция и новые рекорды будущих героев. Санитарная обработка и строгий карантин. В регионе обнаружен опасный вирус. И полчища мышей в музыкальном театре. На сцене новое прочтение щелкунчика. Появился роскошный, яркий, красочный спектакль для семейного просмотра. Почему старая сказка заинтриговала даже взрослых? Омск может накрыть удушливое облако. Из-за слабого ветра дым от пожаров плохо рассеивается. В связи с этим в регионе объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Он будет действовать до завтрашнего утра. Горожанам советуют плотно закрыть окна и по возможности не выходить на улицу. Дело в том, что по данным сервиса визуализации погоды, концентрация угарного газа в опасном облаке может быть превышена в 10 раз. Напомню, что плотный смог уже был в Омске в прошлую пятницу. Правда, с наименьшим содержанием токсичных веществ. Это привело к ухудшению видимости и устойчивому запаху гари в городе и его окрестностях. Сейчас предприятия должны будут перейти на особый режим работы. Стремительное распространение смога, повторюсь, связано с большим количеством пожаров. Сейчас в регионе зарегистрировано больше 130 очагов возгораний. Ну а выходные были по-настоящему огненными. В одном из СНТ Омского района пламя охватило почти 10 тысяч квадратных метров и уничтожило 13 хозпостроек. Огонь перешел с сухой травы. На месте с ним боролись 37 спасателей и привлекли больше десятка единиц спецтехники. На тушение ушло около полутора часов. А на прошлой неделе полыхал почти весь север региона. В четверг сгорело сразу 8 домов в селе Новокарасу Куртинского района. В этот же день огонь уничтожил 15 построек в деревне Чистоозёре в Большереченском. Добралось пламя и до деревни Луговой в Тюкалинском районе. Известно, что пострадали около двух десятков зданий, в том числе ФАП и Клуб. Жителям сел, которые остались без крова, уже перечислили материальную помощь. 22 погорельца получили по 50 тысяч рублей из областного бюджета. Также единовременную выплату по 100 тысяч из резервного фонда региона переводят каждому члену пострадавшей семьи. Об этом сегодня доложили в Рио губернатор на оперативном совещании. Ранее Виталий Хоценко поставил задачу главам районов лично возглавить штабы по пожарной безопасности и каждый рабочий день начинать с контроля термоточек на своей территории. Также в качестве дополнительной меры безопасности введен новый норматив для минерализованных полос для защиты населенных пунктов. Теперь их ширина должна составлять не 10 метров, а 20. Кроме того, в случае пожара поручено оперативно восстанавливать все коммуникации в срок сутки. Новые меры безопасности. Как раз, кстати, в Омск возвращается жара. В среду воздух прогреется до плюс 20 градусов и с каждым новым днем температура будет только расти. На выходных термометры покажут по-настоящему июньские 30 градусов. Осадков не ожидается, а вот порывы ветра могут вновь усилиться. Это значит, что ситуация с пожарами опять может обостриться, а мечей убедительно просят не злоупотреблять правилами безопасности, не разводить костры на дачах и в лесах. И к другим темам. 8 тысяч человек пришли на празднование 1 мая. Торжество состоялось на ледовой арене. На площади перед спортивным дворцом развернулись экспозиции, спортивные площадки, а именитые омичи провели мастер-классы. Кульминацией стал концерт народного артиста России Олега Газманова. Подробности у Светланы Мельниченко. На грудь, на грудь, на грудь. Вот, руки прямо и толкаешь. Современный 1 мая – это уже не демонстрационные шествия, а выставки и мастер-классы. Омичам такой формат по душе. Мы стали более открытыми, мы стали более, нет, не жизнерадостными, более открытыми, более свободными, я могу сказать. Мы не боимся высказывать свое мнение, мы не боимся как-то открыто выступать, просто жить, быть самими собой. Взгляды юных омичей прикованы к экспозиции с оружием и военной техникой. Старшие поколения соревнуются в силе и ловкости, причем под руководством самого настоящего богатыря – стронгмена Михаила Шевлякова. Благодарный публике он тут же показывает работу стальных мускулов, в считанные минуты сгибает две арматуры. Выступление силача заряжает энергией и главу региона. Виталий Хаценко проходится по бойцовской груши. Следом подключаются и остальные гости мероприятия. Говорят, это не только демонстрация физической силы, но и силы единого русского духа. Праздник мира, труда и солидарности трудящихся, как в нашем легендарном, самой лучшей стране, в Союзе Советских Социалистических Республик. Мы оттуда, рожденные в СССР, из девизов «Никто, кроме нас, как десантники по жизни». Кульминация праздника – концерт народного артиста России Олега Газманова. 14 песен, почти каждая из которых – гимн патриотизма и любви к России, ее прошлому, настоящему и будущему. Я сегодня огромная честь в этот праздник весны и труда быть именно здесь, в Омске, в городе трудовой доблести. Я знаю, что во время Великой Отечественной войны именно здесь ковалась наша великая победа. Всего праздник посетили более 8 тысяч мячей, представители разных профессий, от руководителей до простых рабочих, объединенных любовью к своей родине. И хотя день весны и труда уходит корнями еще в царское прошлое России, современную молодежь тоже не оставляет равнодушной. Жизнеутверждающий такой знакомый с детских лет лозунг «Мир, труд, май» по-прежнему олицетворяет общее стремление к согласию, стабильности и развитию. И принимает новое звучание «За мир, за труд, за май». В этих большегрузах гуманитарная помощь, которая в ближайшие минуты отправится в зону специальной военной операции жителям Донбасса. Помощь собирали всем регионам. Свою лепту внесли представители бизнеса, промышленных предприятий и рядовые омичи. Это не просто материальная поддержка, это моральная поддержка. Это поддержка всей России, поддержка своего братского народа. Люди, конечно, чувствуют, что победа будет уже скоро за нами, потому что Россия своих не бросает. Восемьдесят том медикаментов, провизий и самых необходимых для жизни бытовых товаров отправились в Запорожскую и Херсонскую области. Светлана Мельниченко, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Также с праздником весны старейшую жительницу города поздравил Сергей Шелест. Тружениц тыла Раисе Кулалаевой 96 лет. И почти 40 из них она трудилась в БСМП-1. Несмотря на почтенный возраст, Раиса Георгиевна подвижный и интересный человек, отметил мэр. Будучи студенткой меда, она наравне с опытными коллегами работала в военном госпитале, принимала эшелоны с ранеными. Была у пенсионерки и небольшая просьба. Градоначальник пообещал ей помочь. Она не хочет в целом делать ремонт, потому что уже тяжело. А, допустим, потолок, я думаю, мы сейчас найдем бригаду и сделаем так, чтобы было и красиво, и безопасно. Поможет администрация и другой амичке Елене Франц, которая живет в дореволюционном доме, переселят ее в современную квартиру. Речь о столетнем здании на улице Калюжина. Его признали аварийным еще в 2018 году. Однако в рамках действующей программы под расселение оно не попадало. Несмотря на это, в департаменте жилищной политики сообщили, что ветхое строение решено снести, а единственной постоялеце предоставить другую жилплощадь. Женщина уже осмотрела новую квартиру на улице Дианово и согласилась на переезд. Напомню, дом номер 43 по улице Калюжина был построен в 1917 году. Сейчас в здании осыпается потолок, разрушается фундамент, отсутствует водопроводная система, проводка в неисправном состоянии. Это у нас всегда снег тает, дождь пошел. И все, я просто прихожу, и просто я вижу, что еще сильнее он обрушился. Это потолок уже пошла сырость, ну естественно обвалилась прямо возле стены, а там прям кабель проходит. Ну, электропроводка. Соответственно, эта сырость пошла по стене. Ну там счетчики там в каком состоянии-то, естественно, не дай бог замкнет дом деревянный, это просто вспыхнет. Из курсантов в лейтенанты. В Омском автобронетанковом институте прошел торжественный выпуск молодых офицеров. Дипломы получили почти 250 человек. Служить они будут в военных частях от Владивостока до Белгорода. О самых ярких моментах церемонии и армейских традициях в нашем материале. Они уже не курсанты, но, как и в годы обучения, услышав команду, ровняясь смирно, демонстрируют безупречную выправку. И лишь некоторые позволяют себе вольности. Впрочем, такой поступок одобряют даже офицеры. На глазах у сотен гостей несколько выпускников делают предложение руки и сердца. Еще один ресторан, понятно. Следом, конечно, заветная да и слезы счастья. Не сдерживают эмоции родители. Перед вчерашними мальчишками теперь стоят по-настоящему взрослые задачи. Он у меня с детства был готов стать защитником Родины. И в наше тяжелое время, которое у нас сейчас идет, я очень горда, что мой сын готов стать на защиту Родины. Пока я не осознаю все это, что выпускается. Радость, конечно же, радость. Но за улыбками серьезный боевой настрой. Ребята признаются, им есть на кого равняться. В прошлом году сразу трое выпускников Омского автобронетанкового института получили высшую государственную награду. Золотую звезду, герой России. И неудивительно, по специальности военных инженеров учат ремонтировать самую современную технику, стоящую на вооружении нашей армии. Уверен, где бы вам не пришлось служить в мирной или военной обстановке, вы в полной мере проявите все знания и навыки, которые получили на нашей омской земле. Всегда помните, что вы выпускники прославленного учебного заведения. О том, что на фронте всегда нужны грамотные инженеры, Виталий Хаценко, работавший в Донецкой республике, знает не понаслышке. Знакомый главе региона и добрые военные традиции. В честь досрочного выпуска нужно посадить дерево. Ну и, конечно, отдать дань памяти, взложить цветы. А это сюрприз от подрастающей смены. Нынешние курсанты показывают сборку автомобиля. А еще одно доказательство того, насколько уникальные навыки можно получить в автобронетанковом институте. В 2016-м был даже установлен рекорд. Во время армейского конкурса «Римбат» курсанты всего за 90 секунд разобрали автомобиль на 10 основных частей. Затем снова собрали за две минуты, завели и сделали круг почета. Видео с трюком облетело всю страну. За три дня ролик собрал полтора миллиона просмотров. В завершении вальсы, трогательное прощание со знаменем. А еще денежный дождь. Звон монет символизирует будущую блестящую карьеру. Вот и все! Анастасия Галаева, Никита Гайдаш, Дмитрий Алдыгепченко и Санат Токсанов, 12 канал. И вот какие материалы мы покажем во второй части программы. Уснул и погиб. Подробности автомобильной катастрофы жителям Омска. Полчища мышей в музыкальном театре. На сцене новое прочтение щелкунчика. Появился роскошный, яркий, красочный спектакль для семейного просмотра. Почему старая сказка заинтриговала даже взрослых? И олимпийские звезды зажигают в Омске. Эта арена достойна не только международных турниров, но и чемпионатов Европы, и чемпионатов мира. И я думаю, что не только по художественной гимнастике, но и в других видах спорта тоже. Зачем на G-Drive-арене растопили лед? В Омске выбрали лучших предпринимателей города. Торжественная церемония награждения прошла в органном зале. Конкурс проводится в регионе в третий раз. Главная цель – выявить и поощрить предпринимателей, которые развивают свое дело в Омской области. Экспертной комиссии пришлось выбирать самых ярких представителей из более чем 800 человек. Подробности в нашем материале. Экспертная комиссия премии «Предприниматель города» выбрала самых ярких представителей в шести номинациях. Бизнес, сфере торговли, производства, отдыха и развлечений, социальных услуг, здоровья и красоты. Все победители примут участие в специальной бизнес-миссии. Кроме того, у них будет возможность дополнительно выбрать одну из четырех индивидуальных услуг центра «Мой бизнес» Омской области. Разработку сайта-визитки или брендбука, проведение рекламной кампании, регистрацию товарного знака или размещение своей продукции на электронных торговых площадках. Традиционно «Сбер» поддерживает премию «Предпринимателей города». Ведь она открывает новые интересные бизнес-проекты. Для предпринимателей это в первую очередь возможность заявить о себе, о своем бизнесе, рассказать о планах на будущее. Ну а для «Сбера», как социально ориентированной организации, это возможность обратить внимание общественности на тех предпринимателей, кто использует свои деятельности в принципе социальной, экологической и управленческой ответственности. Организаторы премии – Министерство экономики Омской области, Центр «Мой бизнес», Омское отделение «Сбербанка» и Омское региональное отделение общественной организации «Опора России». Премия присуждается третий год подряд в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Большереческим фермерам придется усилить меры безопасности, чтобы не допустить вспышки лейкоза. Из-за опасного заболевания на севере региона введен карантин. Очаги инфекции обнаружены сразу в шести селах. Болезнь стремительно поражает крупно-рогатый скот. Теперь в Ростовке, Почекуево, Курносово, Могильно-Посельском, Такмыке, а также в деревне Чебоклы строго запрещен ввоз и вывоз животных. Это грозит дальнейшим распространением вируса. Также фермеры должны содержать зараженных коров в поддельных помещениях, чтобы минимизировать распространение инфекции внутри подворья и использовать разные доильные аппараты. Отмечу напрямую, человек заразиться от животного не может, однако употребление мяса или молока в некоторых случаях приводит к негативным последствиям для организма. Возможны отравления. Жуткая авария на Тюменской трассе. В ней, предположительно, погиб Амич. По предварительным данным, он уснул за рулем и на скорости вылетел в кювет. Пока деталей немного, Госавтоинспекция Тюменской области продолжает разбираться в причинах и выяснять все обстоятельства случившегося. Трагедия произошла на 99-м километре автодороги Аромаева-Вагай. На кадрах видно, что кузов у машины буквально сложился в гармошку. Шансы выжить при таком ударе нулевые. И еще одно происшествие. В Омске на проспекте Мира резко затормозил троллейбус. От внезапного толчка пострадала женщина, находившаяся в салоне. Всего было 10 пассажиров. Троллейбус ехал по маршруту номер 4. Мужчина 75-го года рождения при резком торможении допустил падение пассажира в салоне транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратилась девушка 2000-го года рождения. Все причины и обстоятельства данного происшествия устанавливаются. И позднее будет принято процессуальное решение. А сейчас возвращаемся к теме майских праздников. В преддверии Дня Победы курсанты Омского кадетского корпуса станцевали легендарный вальс. Под эту мелодию 78 лет назад встречали красноармейцев, вернувшихся с фронта. Раньше под майский вальс ежегодно окружили ветераны Великой Отечественной. Но в силу почтенного возраста сейчас делать этого они не могут. Эстафету приняли кадеты. Анастасия Вишова продолжит. В их глазах робость и немного смущение. Привыкшие ходить строгим маршем кадеты сегодня окружатся в легком вальсе. Для них это не просто мелодия. За ней целая история. В 45-м песне встречали фронтовиков Красной Армии. Именно в этот день, ровно 78 лет назад, советские войска взяли столицу фашистской Германии. Берлинский гарнизон, больше 134 тысяч человек, сдался в плен. Нашей армии оставались считанные шаги до Великой Победы. Нужно было ликвидировать крупные группировки противника в Чехословакии и Австрии. 2 мая, мы считаем, когда замолчали пушки, когда фашистский рестак был захвачен. И это начало долгожданной, такой приближаемой, такой ожидаемой победы. В честь подвига фронтовиков в кадетском корпусе своего рода бессмертный полк. Родственники будущих офицеров гордо поднимают портреты своих героев. Я стою со своим прадедушкой. Родители говорили, что он был очень хороший человек, что он был умный, мудрый и был всегда, ну, в общем-то, хороший. Гордишься своим дедушкой? Да, конечно. А так начинается большая эстафета памяти. На плацу разворачивают огромную копию знамени Победы. Вот уже 7 лет ее возят по разным районам области. На этот раз в рамках автопробега дорогами бессмертного полка Алый Стяг представят в Полтавке, Щербакуле и Азово. В этих машинах также выставка интерактивного оружия. Ребята смогут рассобрать и собрать автоматы, а также увидеть то, что поисковики нашли во время раскопок. Это кружки, пробитые пулями, осколки и сами снаряды. Дань уважения отдают не только участникам Великой Отечественной войны, но и тем, кто сегодня отстаивает интересы нашей страны в зоне спецоперации. Я испытываю гордость за своего брата, конечно же, и за Родину. Он поступил в Рязанское военное высшее десантное командное училище, по окончанию которого был направлен в зону специальной военной операции, где и был награжден орденом за отвагу. Символический майский вальс – первая ласточка в черде мероприятий, приуроченных ко дню Великой Победы. В течение всей недели жители региона ждут патриотические акции и флешмобы. Ну а 9-го числа по традиции пройдет любимое всеми торжественное построение войск Омского гарнизона. Анастасия Вишова и Юрий Рейпин, 12 канал. Ну а в честь подвигов фронтовиков в Омске пополнили сад памяти. В Парке Победы высадили почти 80 деревьев. Волонтерам помогали первые лица города и области. В Рио губернатор пришел вместе с детьми. Высаживали сибирскую яблоню, сосны, липы и рябины. Напомню, что акция сад памяти стартовала в 2020 году. Она была приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. И с тех пор в регионе высадили порядка полутора миллионов деревьев. А в ближайшие три года в Парке Победы появится еще около 250 саженцев. Конечно, хочется в хорошем зеленом городе жить. Ну и вот маленькую небольшую лепту сегодня тоже правительственной командой и командой администрации города и всех небезразличных людей, примкнувших. Вон, мальчик ехал. Идем к нам. Под дороги на Великой. Что ты успел посадить? Я успел три яблони посадить. Все это время. Приятно? Да. Музыкальный театр атаковали полчища мышей. Но это зрелище не пугает, а наоборот притягивает. На сцене представили современную версию легендарного балета «Щелкунчик». Сюжетная линия знакома с детства, а вот декорации и костюмы совершенно новые. Организаторы говорят, постановка поражает масштабами. В ней задействованы десятки человек. Оценят зрители и то, что в разгар весны они смогут окунуться в новогоднюю сказку. Подробности в нашем материале. Десятки гостей, красавица елка и волшебные куклы – подарки для детей. На сцене музыкального театра разворачивается настоящая рождественская сказка. И пусть за окном не падает снег, а распускаются весенние листья. Красочная история погружает в детство даже взрослых. Постановка изумительная. Очень. Можно сказать, шикарно. Понимаете, артисты, вот я ощутила, играют, ну как бы сказать, очень азартно, что ли. Вот не чувствуются скованности. Легко, свободно, вдохновенно. Одну большую фантазию по крупицам собирает Дроссельмейер, тот самый волшебник, который в оригинальной истории оживляет кукол. Крёстный Марии Фрица появляется в каждой сцене, проходит через всю постановку. Именно он вдыхает жизнь щелкунчика, чтобы помочь Марии победить в сражении с полчищами крыс. На сцене раздаются и настоящие пушечные выстрелы. Это сказка новое прочтение полюбившегося о мечам балета. Впервые его показали еще в 1990 году. Сейчас хореография обрела авторский почерк Надежды Калининой, главного балетмейстера театра. Некоторые танцы и вовсе пришлось ставить с нуля. Мы из Петербурга принесли частичку. Вы видите дворцовую площадь. Во втором акте вы видите элементы Эрмитажа, яйца Фаберже. Огромное спасибо цехам, потому что в кратчайший, для нас небывалый срок, были пошиты такие роскошные костюмы. И поэтому низкий поклон. И они еще дошивают до сих пор. Идет премьера, они все шьют, шьют и шьют. Щелкунчик – балет фантазии. Во сне маленькая девочка встречает принца, проходит испытания, но после пробуждения продолжает мечтать. Герои лишь на краткий миг обретают свое настоящее счастье. И это еще одно напоминание о том, что нужно ценить каждый миг. Будущие балерины, которые оказались в числе зрительниц, уже планируют повторить постановочный бал у себя в классе. Наши родители, с кем мы ходили, получают вот это, эмоции и все такое. А вы тоже не хотите, когда вырастите, потом на этой сцене быть? Да, да. Очень, очень, очень. Вообще очень много эмоций от этого музыкального театра. Прям очень много. Потому что это настолько красиво, настолько реалистично. Ну, очень нравится этот театр. Красочный спектакль прочно вошел в репертуар театра. Вновь эту историю артисты расскажут о мечам 26 мая. И мест практически не осталось. Билеты разлетелись за пару месяцев до постановки. Екатерина Булучевская, Анастасия Вишова и Павел Манжос. 12 канал. У о мечей еще есть шанс подать заявку на участие в международном конкурсе «Мы вместе». В его рамках можно получить грант на реализацию добровольческих инициатив. Причем теперь рассчитывать на субсидию могут не только опытные меценаты и представители различных некоммерческих организаций, но даже школьники. Конкурсный возраст снизили до 14 лет. Для добровольцев подготовили 11 номинаций. Среди них «Помощь людям», «Здоровье нации», «Первый поступок» и впервые в этом году новая номинация «Мы вместе Россия» для тех, кто помогает жителям Донецкой и Луганской народных республик. Подать заявку все желающие могут до 15 мая на сайте добро.ру. Обязательно нужно прикрепить и видео в визитку. Итоги регионального этапа подведут в начале октября. Ну а грандиозный финал состоится в день добровольчества 5 декабря в Кремле. Самая большая проблема у меня была с видеороликом в этот момент. Мне пришлось научиться самой снимать и монтировать видео. Опять же, новые скиллы для добровольца. Это очень круто, потому что я дальше могу сама продолжать снимать контент. Я монтировала видео, какие-то фотки туда складывала, делала озвучку своим голосом на телефоне. То есть на самом деле все очень доступно. Несколько разных проектов на конкурс мы подать можем. И здесь заявитель сам определяет, в какую категорию он будет помещать в свой проект. Нельзя подать в разные номинации один и тот же проект. Он будет аннулирован сразу во всех номинациях. 200 граций со всей планеты и 5,5 тысяч зрителей. Омск принял второй международный турнир Евгении Канаевой по художественной гимнастике. Интересно, что состязания прошли в очень необычном для такого вида спорта месте на G-Drive-арене. Сюрпризом стало и появление на состязаниях мега-звезд Алины Кабаевой и Яны Батыршиной. Репортаж Андрея Блохина. Такое зрелище на G-Drive-арене увидишь нечасто. Лед полностью растоплен. Вместо него гимнастический ковер. Пока авангард в заслуженном отпуске, свои умения и коронные номера зрителям показывают грации со всего света. Художественная гимнастика – это наша национальная гордость. Как космос или балет. Это музыка, которая звучит в нашей душе. Каков жанр этой музыки? Попробуем разобраться. Мы слышим разные мелодии, но вы правы. Синхронистский хеви-метал используют. Гимнастки еще все-таки достаточно осторожно. Но мне кажется, что Яна Батыршина передаст организаторам, как опытная чемпионка, что нужно больше металлики, нирваны. И вот еще сектор газа нас ждет, я не сомневаюсь. Яна Батыршина, Дмитрий Губерниев. Новости. Специально для 12 канала. Ну а если серьезно, художественная гимнастика – это классика. И не только в музыке. Награды победительницам вручают три мегазвезды, как их называют поклонники. Классические красавицы – Канаева, Батыршина, Кабаева. Алина отмечает, что ее медальная карьера началась именно в нашем городе. Первые соревнования в Омске у меня были в 97-м году. Здесь я заняла третье место. Первое место заняла, я помню, Яна Батыршина, второе – Ирина Чащина, а я третья. Но потом в 98-м году я поехала на чемпионат Европы, мне было уже 15 лет, и я его выиграла. Еще одна классическая история. За выступлениями хрупких девушек наблюдают сильные мужчины. На трибунах среди 5,5 тысяч зрителей легенда ММА Александр Шлеменко. У нас в Омске Евгения Канаева, она единственная двухкратная олимпийская чемпионка. Это же тоже как-то для региона это свой статус. И лишний раз, например, у меня гордость за свой регион. 200 гимнасток из семи стран от Кыргызстана до Кубы на соревновательном ковре. Булавы, обручи, мячи послушны и к рукам. Ленты чертят причудливые узоры. Россиянки и белорусские разделили пьедестал практически в каждой номинации. Ответим о мячах Ульяну Янус и Алину Перфильеву. Они не остались без наград. Что дальше? Третий турнир здесь же через год. Это должна быть традиция. Это история Омской школы художной гимнастики. Мы просто обязаны это делать. Тем более, что делать есть где. G-Drive-арена это не только про хоккей. Это еще про тот вид спорта, который сам по себе искусство. Эта арена достойна не только международных турниров, но и чемпионатов Европы, и чемпионатов мира. Я думаю, что не только по художественной гимнастике, но и в других видах спорта тоже. Андрей Блохин, Антон Мостовой, 12 канал. И еще о спорте. В составе Омского авангарда серьезные изменения. Капитан-адмирала Чех Лебор Шулак стал новичком нашей команды. Контракт заключен на два года. Шулак, атакующий защитник, в прошлом сезоне он забросил за команду из Владивостока 15 шайб. Теперь все три позиции легионеров в Омске закрыты. На них сыграют Буше, Найт и Шулак. Тем временем агент нападающего Валентина Пьянова сообщил, что его 31-летний подопечный договорился о переходе из Сибири в авангард. Но официального подтверждения от клуба этого трансфера пока нет. А вот расстаться Ястребом придется сразу с 10 игроками. Дедуновым, Бруатхерстом, Жарковым, Малыхиным, Давыдовым, Береглазовым, Беликовым, Свердвигом, Галимовым и Мирошниченко. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Днем температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Знает каждый дачник в стране. Своё с огорода полезней вдвойне. Раз так, теплицу берите у нас. Цена прошлого года только сейчас. Встречайте весну вместе с пластиковыми окнами от компании Низких Цен. Компания Низких Цен. У нас честные цены, потому что мы ценим вас. Таковы новости. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин